Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной, 131-й выпуск нашего регулярного подкаста. И сегодня мы продолжаем вкидывать какие-то новые инфоповоды, какие-то новые разговоры о предстоящем сезоне. В таком усеченном формате делаем превью к этому сезону. Сегодня будем рассматривать потенциальные команды сюрприза нового сезона. Отобрали мы с Женей шестерку команд, которые, на мой взгляд, где-то находятся в серой зоне, по которым непонятно, будут ли они успешны в этом сезоне, либо вообще не смогут какие-либо ожидания оправдать. Ну и к тому же зацепим размен Рассела Уэсбрука на Джона Уолл, который произошел чуть ли не неделю назад. Но все-таки пару слов об этом скажем. Но кто с вами сегодня записывается, вы сами представляете себе, что это Женя Джеребик, автор телеграм-канала Его Игра и одноименного канала на Ютубе. Жень, как всегда, приветствую. Да, всем привет. Да, ну и как всегда, коли Женя поприветствовал, то, наверное, и дисклеймер надо озвучить про лайкованцем. Ставьте пальцы вверх под этим выпуском, тем самым вы помогаете нашему проекту. Он попадает часто в рекомендации людям, которые с ним не знакомы, а стоило бы. Также обязательно подписывайтесь на канал, если этого не делали раньше. Колокольчики ставьте, чтобы узнавать самыми первыми о новых выпусках. Ну а также оставляйте свои комментарии, кого вы считаете главным претендентом на роль команды сюрприза нового сезона. Оставляйте свои мысли по поводу нами озвученных сегодня тезисов. В общем говоря, сами представляете все эти Ютуб-процессы. Все. Заранее спасибо за вашу помощь. Ну а мы, пожалуй, начнем. И давай, наверное, ну сначала избавимся от такого некого балласта на нашем выпуске, но о котором я лично не мог не проговорить. Это, конечно же, размен, который произошел между Вашингтоном и Хьюстоном на прошлой неделе, в результате которого Рассел Уэсбрук перешел в стан столичной команды, а в обратном направлении отправился Джон Уолл. Да и также пик первого раунда с дикой защитой, то есть там топ-14 защиты в 23-м, топ-12 в 2024-м, топ-10 в 25-м, топ-8 в 26-м, а иначе два пика второго раунда. В общем, короче говоря, по факту это размен один в один, и как бы как команды, и как на них может этот обмен повлиять, мы рассмотрим, когда будем о самих непосредственно командах говорить. Спойлер, и Вашингтона и Хьюстона мы сегодня зацепим, извиняюсь, за свои заговорочки. Но в целом, по обмену, Жень, как тебе кажется, цена, которую Рокетс получили за Уэсбрука, не маловато ли это, или в принципе в связи с тем, что спроса на Уэсбрука не было на рынке, то стоило делать вот так, как в итоге поступил Стоун, новый генеральный менеджер Хьюстона. Как тебе кажется? Ну, то, что ты говоришь про спрос, ты абсолютно прав, потому что, судя по всему, не было никого, кто хотел взять себе Уэсбрука. Опять же, то, что люди рассказывали, это хотели, ну, скажем, присматривались к Уэсбруку, в Шарлатт, но как только им упал, ломало бол, этот интерес угас. А больше реально никаких кандидатов не было. Понятно, что там набрасывали журналисты всех подряд, но никто реально не отправлял никаких запросов. А Хьюстон решил, что нам в любом случае можно получить хоть что-то за Уэсбрука. Давайте получим пик. Пусть он сильно защищен, но давайте мы его получим, и все. Потому что за три года может произойти все, что угодно. Это единственная вообще сделка, которая могла за Уэсбрука дать пик. Они этой сделкой воспользовались. То есть ты не рассматривал вообще варианта того, что, может быть, стоило Хьюстону оставить Уэсбрука на начало сезона и посмотреть вообще, как он будет показывать себя даже в таком немотивированном состоянии, а в оси какая-нибудь ценность на рынке появилась бы? Или тебе эта идея изначально кажется мертворожденной, назовем ее так? Ну, если они с Харденом разошлись, так сказать, по идее, по своей, то я так подозреваю, что нечего пинать дохлого осла. Поэтому я не вижу просто смысла. Они решили его не оставлять. Это, на мой вкус, правильное совершенно решение. Опять же, когда у тебя появится шанс получить за Уэсбрука хоть что-нибудь? Тем более, если Уолл действительно в состоянии играть, ну, как это выглядит, так это прям прекрасно. Ты получаешь пик за Уэсбрука, и ты получаешь игрока, который будет в состоянии играть. Другой вопрос, как он будет играть и как надолго хватит Уолла, это другой вопрос. Но ты за Уэсбрука получаешь хоть что-то. Я так подозреваю, что там или ссора какая-то была, или были какие-то вопросы, которые не давали возможность Уэсбруку остаться дальше в Рокетс. Опять-таки, вот ты хочешь его оставить в Рокетс. Зачем? Потому что сейчас у него минимальная цена на рынке. Вот ты говоришь, что за Уэсбрука дают хоть что-то, надо брать. А что случилось бы дальше? Как должен пойти сезон, чтобы Уэсбрук стал лучше оцениваться другими людьми? Он станет моложе? Ну слушай, в первые 10-15 игр, если бы Уэсбрук показал бы плюс-минус то, что показывал в конце прошлого регулярного чемпионата, что при полноценной предсезонке, которую Уэсбрук провел бы, как сейчас показывает его нахождение в Вашингтоне, мне кажется, его бы цена бы однозначно подросла, потому что она на минимум после его неудачного плей-офф, который был связан с скомканной подготовкой к рестарту сезона, в связи с коронавирусом, там травмы были, и поэтому сейчас в сторону Уэсбрука, мне кажется, слишком много хейта было выброшено не только со стороны фанатов, но и со стороны, может быть, даже менеджеров лиги. И в теории, мне кажется, он мог бы это все опровергнуть, а вариант с Вашингтоном просто, как я на это смотрю, Жень, это то, что вариант сделки с Джоном Уоллом, он бы в любой момент времени, он бы не пропал, потому что история этого обмена, Томми Шепард и Рафаэл Стоун обсуждали возможность этой сделки до начала каких-либо тренировочных лагерей, вроде как, даже вроде до старта рынка свободных агентов. Потом Хьюстон избавился от Коингтон, подписали Вуду и подумали, окей, может быть, у нас получится быть конкурентоспособным. Потом начался тренировочный лагерь, Харден не появляется, и в целом, как бы, в раздевалке творится полный кошмар. И, ну, Стоун, видимо, просто поникнул и решил, что хоть и ладно, если Харда, например, уже ментально не находится в Рокетс, то надо дать команде хоть какого-то лидера в лице Уолла. Мне кажется, что, в принципе, можно было что-то попробовать, то есть мне так видится эта ситуация. Конкретно по обмену, наверное, больше мне лично добавить нечего. Давай, вот мне, если честно, руки чешутся, с твоего позволения начать уже говорить о командах, и вот давай поговорим о Вашингтоне, в стан, который Уэсбрук пришел. Мне очень не терпится увидеть Вашингтон в деле, потому что мне кажется, что Вашингтон вот с бэккортом Уэсбрук и Билл способны на сюрпризы. И, то есть, если мы говорим как раз сегодня о потенциальной команде сюрпризов, то Уизардс 100% в моем списке претендентов на эту роль. Опять же, если тут делать планку успех-провал, то, наверное, для Вашингтона успехом будет попадание в плей-офф после пары лет отсутствия в нем. С такой точки зрения, как тебе кажется, Вашингтон удастся, то есть, условно говоря, вот эту планку взять? Или даже с этим, как тебе кажется, могут возникнуть проблемы? Ну, если мы говорим о том, что ждать от Вашингтона, они сейчас выглядят восьмой командой на Востоке. Может, даже седьмой. Ну, в зависимости от того, насколько провалится другая команда. Потому что сейчас у них, ну, там, на Востоке, на мой вкус, есть шесть команд, которые точно будут в плей-офф. Даже если у них на короткий промежуток времени, там, до трех недель выпадет кто-то из-за вируса, то даже в этом случае они все равно останутся в зоне плей-офф. Но если что-то поменяется кардинально, или кто-то вылетит у других команд, которые, вот, на грани, так сказать, то уже никакой гарантии нет. Если Вашингтон останется... Понимаешь, вот Уэсбрук – это как раз классический пример человека, который поднимает, так сказать, полкоманды, но никак не поднимает потолок. То есть он тебе обеспечит переход с 25 побед на 35 побед, но при этом он никогда не поднимет там с 45, даже до 50. Потому что это немножечко другой уровень. И вот из-за того, что он не в состоянии взять эту планку, то Вашингтон, который, в общем-то, неплохо атаковал в том году, он теперь будет играть еще лучше, плюс Уэсбрук что-то там затащит, если он действительно будет в роли первой звезды. И если Билл какое-то время его потерпит с его приколами, то у Вашингтона есть шансы. То есть ты оцениваешь Вашингтон как команду, которая добьется успеха в этом сезоне. Правильно я понимаю? Я считаю, что на Востоке безальтернативно лучшие команды, которые, ну, 100% будут выше Вашингтона, всего три, на мой взгляд. Может быть, ты удивишься, что вот как-то так, но по факту это Милуоки, Бостон, Майами. Остальные команды уже можно спорить. Например, вот ты сказал там о семи командах в плей-оффе, и я уверен, что ты туда, очевидно, занес Филадельфию, ты туда, очевидно, занес Торонто, Индиану. По поводу всех из этих команд у меня... Бруклин. Бруклин, извиняюсь, забыл Бруклин. Бруклин, наверное, я внизу вот в список команд, которые однозначно лучше Вашингтона. Но вот, мне кажется, у любого из тройки, вот из Торонто, Индианы и вот третью команду, которую я называл, к сожалению, запамятовал, но не суть. Я у каждого из тех команд в теории вижу какие-то проблемы, которых, например, я не вижу в Вашингтоне. Здесь будет Уэсбрук, который, на мой взгляд, затащит. На мой взгляд, то, что он был в Хьюстоне в качестве гостя, и это не была его командой, сыграло на него, ну, плохую шутку с точки зрения ментальности, психологии. Можно сказать, что Вашингтон не будет его командой, мол, здесь есть Билл. Ну, хрен знает. Мне кажется, что Билл и Харден по, в принципе, совокупности репутационным и игровым скиллам, ну, все-таки в разных категориях относятся. И у Уэсбрука, в принципе, есть теоретический шанс взять вот игровые нити команды себе в руки, стать основой, ну, заводилой, а Билла сделать просто элитным завершающим, который не будет на себя слишком много брать, и в целом просто, ну, показывать более эффективные цифры и наливать те же самые 30 очков, только при этом на более, ну, при меньшем количестве бросков. Что касается еще Вашингтона, мне кажется, что у этой команды есть кое-какая глубина на всех позициях, кроме тройки. Впереди нас ждет сезон, ты правильно отметил, вот с коронавирусом, я уверен, что будет очень много вылетаний разных игроков, там, на любую длительность, там, от 10 до 14 дней, это будет стабильная история. У Уэсбрука, кстати говоря, скорее всего, это не грозит, потому что он короной переболел, и вроде как антидела в системе, там, хранятся довольно длительное время, и, может быть, там, с Расслом эта история не произойдет. Вот, потом, фронткорт довольно интересный сходится у Вашингтона, то есть есть Бертанс, который под игру с Уэсбруком подходит оптимально, со своими, там, 43-мя процентами из двух и восьми попытках за игру. Есть Брайант, молодой, центровой, который вряд ли будет стартовать, потому что есть Робин Лопес, но Брайант, вот именно с точки зрения атаки под Уэсбрук тоже отлично заходит со своим трехочковым броском, который там больше 40%, в пузыре вообще под 50 наливал. С другой стороны, как будет Уэсбрук с Лопесом в стартовом составе выглядеть, а вроде как Робин, ну, должен быть в стартовом составе, мне пока непонятно, потому что Робин бросает не так много, в основном из-за углов, да, из углов у него 36%, но при этом меньше одной попытки оттуда, и как это в итоге как бы срастется с Уэсбруком, непонятно. И к чему я это все веду? К тому, что у Вашингтона будет много каких-то таких моментов ротационных, которые будут подходить под Уэсбрук в определенные моменты в игре. То есть, например, вот по фронткорту, как тебе кажется, какой будет, Жень, стартовый фронткорту у Вашингтона? То есть Лопес или Брайант, Хачимура или Бертанс, кто будет выходить на тройки, потому что для меня главный вопрос, кстати говоря, последний, потому что ну не Бонги же с Трой Брауном, который номинально даже на второй позиции играет, этим заниматься, правильно? Ну, наверное, не Бонги, я просто, ты так уперся в третий номер, кто у них есть сейчас, кто у них остался, потому что я, ну, при всем том, что вот они сделали, я, допустим, не знаю, кого они захотят выпустить. Может, это будет Авдия, который в теории готов и который в теории может играть, потому что то, что показывал японец, ну, это более чем прохладная история, поэтому мне не кажется, что он готов. То есть, судя по всему, это Уэстбрук, Билл, Авдия, Бертанс и Робин Лопес. По тому, что у них было. Как это может выглядеть иначе, знаю, будем смотреть. Ну, кстати, Авдию я упустил, это очень хорошее наблюдение, немножечко забыл под это, но опять же, как Авдия будет с Уэстбруком сходиться, тоже непонятно, потому что Авдия, человек, который, насколько я понимаю, любит с мечом повозиться и стрешка у него не всегда была. Поправь меня, если я не прав, конечно. Нет, ты не прав, потому что Авдия никогда не был лидером команды, если это была команда взрослая. По студентам, ну, не по студентам, по детским командам, когда он играл за Израиль до 18, до 20, вот за эти сборные, тогда он был, ну, так как он был лучшим игроком в команде, он и тащил эти команды. Но когда он играл за Макаби, если я правильно помню, он выходил со скамьи некоторое время, и он не был человеком, который держит мяч в руках, тем более, даже несмотря на его возраст, ну, кто ему даст мяч в руки надолго, тем более, кто заберет мяч у Уэстбрука, давай вот о чем поговорим. Плохо, что у Авдии маленький процент попадания, это да, с дистанции, и штрафные он не бросает, но это уже такая идея, там же должен кто-то защищаться, вот теперь есть Лопес, теперь есть Авдия, который будет защищаться, если Билл вспомнит, что он умел, это когда-то, может быть, может быть, у них что-то получится, когда у тебя больше двух с половиной защитников на паркете, то это уже терпимо, от этого уже можно там отталкиваться, это у тебя на два с половиной человека больше, чем у Атланты способны защищаться, то есть уже хорошо. Ну, последнее, что мне по Вашингтону хочется сказать, это про главного тренера команды Скотта Брукса, и история, некоторые могут сказать, что я просто докапываюсь, но мне почему-то в душу запала история про первую тренировку Расла Уэстбрука в стане Вашингтона, и, мол, когда они там тренировались, Уэстбрук посмотрел на Скотта Брукса посередине рабочей вот сессии и сказал, что типа, мол, коуч, вообще ничего со времен Оклахомы не поменялось, и многие это, ну, как бы в Вашингтоне выдали как что-то положительное, мол, химия между главной звездой команды и тренера на месте, за это не стоит переживать, а для меня это больше показатель какой-то тренерской стагнации Скотта Брукса, что ли, я не знаю, потому что, ну, если у человека не как за последние пять лет, а, по-моему, именно такой перерыв был в рабочих отношениях Уэстбрука и Брукса, у человека вообще какие-то даже комбинации не особо поменялись, хотя лига за пять лет конкретно изменилась, то у меня вызывает вопросы, Скотт Брукс в Вашингтоне себя как тренер пока что никак не проявил. Только сейчас у тебя он вызывает вопросы, извини. Нет, он у меня всегда вызвал вопросы, но вот именно в конкретно этот сезон, когда Вашингтону, ну, прям обязательно выходить в плей-офф и за что-то бороться, как бы в теории, возможно, ситуация, что, например, Вашингтон выдает такой себе старт, там, условно говоря, 10 побед, 15 поражений, и Скотт Брукс может вполне себе улететь. И вообще, кстати, еще один момент любопытный будет во всей этой истории с Вашингтом, это смотреть на развитие отношений между Уэстбруком и Биллом, потому что если вдруг Биллу не понравится, как многим предыдущим сокомандникам Уэстбрука, то, что происходит с его командой, и он запросит обмен, то, как бы, я просто знаю для себя, что Даллась будет одним из первых, кто будет гоняться за Биллом, и, в принципе, будет на руку нашей команде, но это еще такая штука, за которой следует следить, потому что у Билла, насколько я помню, только следующий сезон остается гарантированный контракт, я имею в виду следующие два сезона, то есть следующий после этого, а там уже можно и пальцы заламывать, и как бы на рынок свободных агентов выходить, и если что-то пойдет не так, то будет интересно смотреть вот на тенденцию в отношениях между, вот такой любовный треугольник между Биллом Уэстбруком и организацией Wizards, как-то так, наверное, по Вашингтону я свой лимит каких-то мыслей исчерпал, если есть что-то добавить, так сказать, feel free, ну а если нет, то можем перейти к другой команде. Два слова буквально, ты так сказал насчет того, что тиммейтам не нравится. Уэстбрук отличный тиммейт, замечательный, от него все тащатся как от человека в раздевалке и в остальное время. Как от человека, но не баскетболисты. Ну, да, естественно. Ты просто так говоришь, как будто, знаешь, Уэстбрук, человек, который разрушает команды. Ни в коем случае, ни в коем случае. Нет, вопрос в чем? Вопрос, извини, я уж, раз ты уже сказал, что не можешь дальше ничего говорить, давай я теперь два слова скажу, что для меня основное это, как Билл примет уменьшение своей роли, потому что Брукс, который выманивал Уэстбрука к себе и который, в общем-то, выпросил разрешение обменять Ола на Уэстбрука, он ждет, что Уэстбрук будет, ну у них такие же будут отношения и он также типа может тренировать Уэстбрука, ха-ха-ха, и естественно Уэстбрук будет получать определенный кредит доверия. Меня больше всего интересует, насколько хватит терпения у Брэдли Билла. Вот это все, это все, что собственно будет определяющим для результата Вашингтона, потому что ты ждешь от них успеха и номинально они могут побороться за высокие места. Но в любом случае они попадут в переигровку, потому что они не, ну вряд ли шестая команда. Понятно, что есть пять команд сильнее, может быть они близко к шестой команде, может быть они седьмая команда, но я жду, что они будут в переигровках. А вот, ну понятно, что есть еще вирус, который может внести определенные коррективы. Но по сути, если они будут играть и все будет нормально между Биллом и Уэстбруком, тогда у них действительно есть хорошие шансы поиграть в плей-офф, проиграть в первом раунде. Если нет, то взрыв этой ситуации может быть даже громче, чем взрыв в Бруклине. Будем смотреть. Это рано или просто произойдет. Да, потому что по поводу Уэстбрука я, может, не до конца эффективен, ну точнее не до конца эффективен в своих суждениях из-за того, что я не объективен, потому что, на мой взгляд, слишком много критики в его адрес, и мне он импонирует как человек, в первую очередь, и, наверное, за счет этого я желаю ему успеха, может быть, даже иногда не совсем рационально. Поэтому посмотрим, что будет в Вашингтоне. Давайте обратим внимание на Хьюстон, как раз, куда Уолл ушел, потому что здесь успех или провал, мне кажется, что здесь провал как-то предначертан, потому что, да, на бумаге эта команда обязана выходить в плей-офф. Но, по факту, мы имеем Джеймса Хардена, который только буквально, вот, новость последних часов, что он вернулся в тренировочный лагерь команды, и для тех, кто там слушает этот выпуск, тренировочные лагеря, если мне ничего не в память не изменяет, начались, то есть, там, индивидуальные тренировки чуть ли не неделю назад. И Харден отсутствовал на них. Воскресенье начались. Воскресенье вроде команды начались, но, может быть, я что-то путаю. Но фишка в том, что Харден еще мало того, что на тренировке не появляется, так еще он, в принципе, в открытую показывает то, что он не соблюдает протоколы COVID-19, которые лига ввела, и по которым игрокам будет запрещено. То есть, грубо говоря, тусоваться. Никаких ресторанов, баров, клубов. Буквально через пару часов после того, как новость выходит, у Хардена, ну, точнее, с участием Хардена появляется видос из дня рождения какого-то рэпера. Потом еще какие-то видосики с трепухи в Лас-Вегасе. Его мама публикует историю в Инстаграме про то, что мой сын всего лишь хочет иметь шанс взять кольцо. Там, ну, чемпионский перстень. А тот факт, что сын ваш развел организацию, за которую выступают в последние годы, на активы, на годы вперед для того, чтобы постоянно улучшать себе обстановку, для того, чтобы выигрывать эти перстни. В этой команде и каждый раз ему что-то не нравилось. И тем самым, сейчас, лишив команду, человек собирается уйти. Но, на мой взгляд, это просто, ну, ну, не хочется. Вот одно слово прям вертится на языке, но он слишком радикальный и слишком негативный окрас имеет. Пожалуй, от него воздержусь. Но это поступок нехорошего человека, на мой взгляд. К тому же, мне кажется, Фьюстон сейчас не до конца понимает вообще, в каком состоянии команда влетит в старт сезона. Потому что сейчас, на данный момент, в команде 16 контрактов и 6 из них не гарантированы. Там, в том числе, например, у Казинца, у Джеральда Грина. То есть, мне кажется, что все настолько вот в подвешенном состоянии. Это негативно в любом случае отразится на состоянии команды в тренировочном лагере. Мне кажется, ментальные игроки просто не будут готовы к тому, чтобы выходить в первых играх регулярного чемпионата и рвать и метать. А на Западе это жизненно важно, потому что если ты попадаешь там в какую-то такую, ну, ямку, так сказать, с точки зрения игровых результатов, то из нее уже выбираться довольно-таки сложно. Также у меня возникает вопрос, например, там, Эрик Гордон. Мне кажется, из него песок уже сыпется последние два года. Можно, конечно, говорить, что этот человек полезен в плей-оффе, он берется не под регулярку. Ну, блин, мне кажется, сезон у Кьюстона в этом году как раз-таки ограничится только регуляркой. Поэтому в целом очень много проблем, если глубже копать. Но для того, чтобы начать этим как-то уже конструктивно заниматься, пожалуй, передам слово Жене. Как тебе кажется, тут, ну, очевидный провал в этом сезоне? Или, как тебе кажется, даже вот в таком растренированном с точки зрения химии состоянии Хьюстон способен давать результат там, ну, который будет достаточно для того, чтобы имитировать борьбу за плей-офф? Как тебе кажется? Все зависит от Хардена, останется они будут в плей-офф, не останется, нет. Как ты вообще к этой ситуации относишься сейчас? То есть то, что вытворяет Харден сейчас, на твой взгляд, это вообще нормально? Ну, не, хочет, может, вытворять. То, что Хьюстон ничего не делает, вот это ненормально. Как? Ты бы на месте Хьюстона вел? С одной стороны, понятно, что они не хотят портить отношения с игроком и якобы надеются их восстановить. Но если они настолько наивны, что они надеются, что Харден останется у них, и они каким-то образом убедят его остаться в команде, ну, это их проблема. Но просто, если ты уж действительно хочешь начать дисциплинировать, то надо дисциплинировать. Потому что я очень давно возмущаюсь на тему вот этой вот самоволия игроков, того, что они творят. И вот эта ситуация, это просто уже, ну, она давно перешла все границы. А вот это очередной просто, знаешь, как галочка очередная. То, что народ потерял всякий страх, и их просто надо, ну, немножечко так, как это, к ногтю приструнить, как хотите, называйте. Ну, просто это бог с ним, там, ковидные протоколы и так далее. Лига могла бы тоже вообще взять на себя, если бы она захотела. Потому что вот это поведение Хардена, это прямое нарушение ковидных протоколов. Зарплату Хардену платит Лига. Если кто не в курсе, вообще Лига платит всем игрокам зарплаты. И они абсолютно могут сказать, что дорогой мой друг, иди-ка ты сюда, и ты не получаешь зарплату там за те 10 дней, которые ты будешь тестироваться на ковид, пока и не участвуешь в активностях команды. Между прочим, кто не в курсе, в пятницу уже предсезонные матчи начинаются. Харден явно в них играть не будет. По-моему, Хьюстона нету в пятницу матчей, но не суть. Как раз есть против Чикаго, кстати говоря. А, ну, тем более. Тем более, то есть он совершенно честно, можно его хлопнуть за то, что он не участвует в командных активностях, которые Лига считает, ну, как бы, это часть игры, часть работы, поэтому не присутствуешь, иди сюда. Ты не травмирован, ты нарушил наши правила. Ну, штраф. Если команда не хочет это делать, это может сделать Лига. Просто они ничего не делают пока, но это второй вопрос. Это вопрос к Лиге. Они, я не знаю, может, не хотят там нагнетать ситуацию, может, что-то еще. Не знаю, это не мое дело. Но ты говоришь вот о том, что происходит. Я говорю, что они просто страх потеряли, и их надо привлекать к, ну, как бы, возвращать на землю с небес. Потому что, опять же, вот ситуация в Хьюстоне – это просто апогей, так сказать. Это пик. Почему Харден так качает права? То, о чем я говорил. Потому что Мори ему, извините, ноги целует всю карьеру. Все 10 лет или сколько там, 8 лет. Харден был у него, вот он 8 лет получал все, что он хотел. А сейчас он не получает все, что хочет. Ох, начал показывать характер. Ну, показывает характер хорошо. Надо просто применять ответные меры. Вот и все. Это не, ну, как бы, не высшая математика. Нормальная ситуация. Ну, пока эти меры, к сожалению, не предпринимаются. И на месте Хьюстона. То есть, Хьюстон так-то в очень тяжелой ситуации. Потому что Харден, в свою очередь, как бы, ограничил круг команд, в которые он хочет перейти. Насколько я помню, у него нет никакого права вето в контракте. Поэтому, в принципе, Хьюстон может на его хотелке болт положить спокойно. Но по факту, то есть, вроде как, две активные команды, которые им интересуются. Это Филадельфия и Бруклин. Хьюстон в ответку хочет получать одного уже сформировавшегося Олл Стара. Игрока, который еще может расти. Плюс молодых игроков, плюс драфт пики. Что может предложить Бруклин? Дин Види, Ален, Лаверт. Это несерьезно за человек, который на протяжении последних пяти лет стабильно находится в топ-3 голосования на MVP. Филадельфия может в теории предложить либо Симмонса, либо Эмбида. Но Дэрил Мори вслух заявляет о том, что я не буду ничего делать, пока я не увижу этих двух в деле. Потом будем смотреть и разбираться, что к чему. Вполне вероятно, Дэрил Мори блефует. И, может быть, в течение недели или двух мы увидим все-таки наконец-таки этот блокбастер, в результате которого Симмонс отправится в Хьюстон. Мы увидим бэккорд мечты Симмонс Уолл. Но, с другой стороны, мне кажется, что самый реалистичный вариант исхода вот этой истории, это то, что все-таки Харда начинает состав через «не хочу, не буду» в составе Рокетс. Играет какое-то время, показывает максимальную апатию к результату, вообще к командной игре. Как-то там продолжает бунтарить, но при этом формально не нарушает там правила по поводу там, с точки зрения, выходит на игры, не симуляет. И в течение сезона Филадельфия уже наконец-таки, ну, конкретно Дэрил Мори убеждается в том, что связка имбидо Симмонс не работает и идет на расцепление вот этих вот двух вечно обещающих молодых звезд. И в итоге Харда направляется в Филадельфию. Мне кажется, такой расклад, но пока все это наше гадание и непонятно, как оно будет. По факту сейчас мы имеем то, что Харда все еще в составе Рокетс, есть Джон Уолл, и в целом, ну, как бы костяк прошлогодний плюс-минус там в лице Гордона, Такера, Маклимора, Хауза остался. На бумаге, Жень, как тебе кажется, вот, например, вот при учитывании вот фактора Хардена, можешь его даже там при оценке перспектив там игровых Хьюстона на сезон вычеркнуть Хардена? Вот команда, которая сейчас там с Уоллом, с Казинцем и так далее по списку, это как бы безальтернативные там последние там 3-4 строчки на Западе или тоже все-таки не все так очевидно? Подожди, то есть ты хочешь, чтобы я Хардена не учитывал? Как хочешь, потому что здесь, если честно, это гадание на кофейной гуще, то есть, ну, на мой взгляд, он начнет регулярный чемпионат, и он будет играть за Хьюстон. Насколько там эффективно это все будет выглядеть, я не знаю, но Харден, я думаю, начнет этот чемпионат и будет стабильно там давать 25-30 очков, но вопрос только при какой мине, и как это будет на командной игре коллектива отражаться. Мне так видится ситуация. Если Харден будет, это команда плей-офф. Там, несмотря на то, что Запад усилился, понимаешь, ну, вот как Харден, на что Харден может рассчитывать? Он скажет, не, я не буду играть, и будет играть спустя рукава. Что будет дальше? Его не будут обменивать. Хьюстон скажешь, окей, ты не хочешь. До свидания, ты едешь в Миннесоту там на 25 пиков и каких-нибудь молодых игроков. 25 пиков это скорее возвращение Хардена в Оклахому, наверное, будет, а не в Миннесоту. В Оклахому, не, понимаешь, в Оклахому они не захотят, потому что Оклахома его быстро обменяет и выгодно. Да, кстати, вполне. А из Миннесоты ему не сбежать некоторое время. И вот туда, или в Кингс, вообще замечательная франшиза. И все, почему нет? Ну да, в обратку Фокс, учиться у Уолла своего подавана. Нет, Фокс. Даже Кингс не отдадут Фокса. Не недооценивай Кингс, я тоже так думал перед этим офсизоном. Нет, нет, нет. Уедет обратно франчайз Марвин Бегли. Уедет обратно, как его, Холибертон, да, правильно же я говорю? Да, Холибертон был сохранен. Да нет, лучше тогда пакет из Бруклина брать, если честно. Да нет. Ладно, мы обсуждаем скорее вообще какие-то... Ты спрашиваешь, как считать Хьюстон, и при этом говоришь, что Хардона там не будет. Если Хардона не будет, они будут бороться за плей-офф. Если, ну, опять же, в Хьюстоне столько неизвестных, там говорить о чем-то очень тяжело. То есть, если без Хардона, эта команда сразу падает туда, на уровень борьбы за плей-офф. Они будут все равно лучше, чем Сакраменто. Ну вот, слушай, есть ли у тебя какие-либо вообще сформировавшиеся ожидания того, каким ты ожидаешь увидеть Уоллы и Казинца в этом сезоне? Казинца я не ожидаю никаким увидеть, а Уолла я ожидаю увидеть медленным и... Но при этом все таким же хорошим распасовщиком, который может получать себе возможности для броска и бросать после заслонов. Если он превратится в такую версию типа Шемета, почему нет? Шемета? То есть, я не могу представить Уолла в роли Шемета вообще никак, если... Хорошо, Деррика Роуза. Ну, Деррика Роуз, да. Деррика Роуз могу, просто Шемет это просто... Ну, вот, пожалуйста, Деррика Роуз. То есть, человек, который, да, все равно с мячом, но который уже не быстрый, который еще в теории может играть. Роуз хороший организатор, он неплохо играет, у него все хорошо в плане Детройта, и он в теории может быть даже стартовым ПГ в команде, которая претендует на плей-офф, но не более. Если Уолл будет таким же, вот, как Роуз, это вполне нормальная ситуация. Если Харден останется играть, не просто пребывать там, а играть, этого достаточно для того, чтобы Христон спокойно проходил плей-офф. От Казинца я не жду ничего, я очень сомневаюсь, что человек, который два с половиной года, два года не играл вообще, то он что-то сможет показать. А Уолл, ну, такое, просто, опять же, чего ждать от... Чего вы ждете от игрока? Если вы ждете Уолла, который был там между 10-м и 15-м местом по силе в лиге, в каком это году было? В 17-м. Нет, этого Уолла мы не увидим. Он где-то на рубеже, если он будет хорош, он будет где-то на рубеже, там, 30-ки. Если такой будет, как Дерри Кроуз, то это где-то в районе 50-го места в лиге по силе. Ну, примерно, я не говорю конкретно, я говорю примерно. И когда у тебя там человек, который в районе 50-го места, это вторая звезда, ну, так себе перспектива, если честно. Но, опять же, там есть Вудка, в которого верят, и который, может быть, что-то покажет, и который может как-то развиваться. То есть Хьюстон это не дрова, у них терпимый был состав. Но проблема в другом, в Хьюстоне проблема в том, что все недовольны тем, что происходит. Недоволен Такер, недоволен этот Грин, все недовольны. Никому не нравится в Хьюстоне. Я не знаю вообще, я про Хаоса ничего не слышу. Он вообще в лагере, не в лагере. Да ему просто девушек завести, которые на тест будут брать, и я в целом, я думаю, ему на все остальное пофиг. Стивен Сайлос точно недоволен, я уверен. После того спокойного сезона, который у него был в Далласе, попасть в такую мясорезку, где тебя просто на каждый день в тренировочном лагере доебывают вопросом, а где Харден, а где Харден. Бедный Стивен Сайлос уже устал говорить, что, ребят, этот вопрос надо задавать не мне, а самому Джеймсу. Оставьте меня в покое. У нас вот Джон Уолл. Есть Джон Уолл замечательный лидер. Поэтому, мне кажется, если да, кто-то и не недоволен сейчас в Хьюстоне, то это 100% Сайлос. Мне его очень уже жалко, потому что мне было бы интересно посмотреть на то, как себя проявит Стивен, кстати говоря, в роли главного тренера в ассоциации. И вот Харден ему, к сожалению, портит малину с точки зрения того, что, наверное, даже не получится даже как-то коллектив держать в узде, потому что, как ты правильно отметил, все недовольны, там Эрик Гордон тоже к тому же выражал недовольство. В общем, да, такая пороховая бочка у нас Хьюстон. И посмотрим, когда она взорвется и, ну, как бы, с каким результатом будет идти команда, когда это произойдет. А я думаю, это рано или поздно произойдет, потому что не будем забивать Уолли с Казинсом в раздевалке, которые там братишки. Я думаю, рано или поздно их эго с Харденом схлестнутся, если Харден будет, ну, как бы, максимально пофигистически относиться к сезону. Поэтому, ладно, будем смотреть по Хьюстону, мне, наверное, по Рокетс добавить нечего. Давай, может быть, к Атланте перейдем, как думаешь? Есть тебе что сказать об Атланте, я думаю. Так что, в принципе, команда усилилась в межсезонье. Спорить здесь бессмысленно. Называть тех, кто пришел. Ну, всех не буду, но самые такие яркие ребятки, это, конечно же, Галинари, Богданович и Ронда. Дан пришел, Крис Дан. Есть еще Капелла, который даже свою первую официальную игру за Атланту не провел, хоть и был обменен зимой. В целом, у Атланты в прошлом году было все очень грустно и с атакой, и с дефенсив рейтингу по обоим показателям были в последних пятерках в ассоциации. В этом году, ну, с теми новыми лицами, которые в команде будут, я думаю, что в Хокс, безусловно, изменится в лучшую сторону ситуация с атакой. Я думаю, теперь у Трей Янга есть неплохое подспорье с точки зрения, там, пик-н-роллов с Капеллой, с точки зрения ребят, которые будут растягивать и, там, предоставлять ему спейсинг, который сам Трей Янг может создавать в нехилых ковеличествах. Но вот с обороны, я думаю, тут, ну, может быть, чуть-чуть, конечно, за счет наличия Капеллы в своей краске они улучшатся. Но, в целом, это вот, ну, мне даже, наверное, кажется, что Атлант это такая некая восточная Миннесота, которая будет целиком и полностью посвящать себя атаке. На защиту будет положен болт, но, в отличие от Миннесоты, Атлант играет на востоке, и я думаю, что Атланта будет, как минимум, в плей-ин, но при этом я не удивлюсь, если они в этот плей-ин не попадут. Но давай, наверное, обо всем по порядку, и перед тем, как начать уже какое-то конкретное обсуждение, у тебя, Жень, давай, поинтересуюсь, у тебя какие ожидания от Атланты, в целом, к чему больше склоняешься, к сюрпризу, к провалу, или, может быть, вообще что-то к середине, то бишь, ну, конкретное соблюдение ожиданий, то бишь, там, борьба за восьмую строчку, как тебе кажется? Ты знаешь, я не вижу логики в том, что они делали, кроме, ну, быстрого затыкания дыр по поводу, там, новых желаний руководства. Поэтому я с огромным сомнением отношусь к команде, в которой основная задача, ну, там, скажем, стратегические задачи решаются за один год. Это крайне-крайне сомнительное удовольствие, особенно, когда первая звезда у тебя, это беззащитный гард ростом 6-1. Ну, чего-то у меня нет веры в то, что, да, там троянг будет хорошо бегать, да, у него шикарный флотер, да, он неплохо бросает, но все это, знаешь, это все только для регулярки. И если они будут соблюдать дисциплину в плане здоровья, и никто не заболеет, может быть, вот этот суповой набор попадет в переигровки, и, может, даже они выиграют переигровку. Даже если они попадут в плей-офф. Окей. С каким счетом они отлетят в первом раунде? И, скажем так, что дальше? То есть они вот на сегодня, они исчерпали возможности для того, чтобы расти за счет привлечения игроков. У них, если я все правильно помню, на следующий сезон, во-первых, надо продлевать Джона Коллинза, а во-вторых, у них больше денег не будет. То есть они чуть ли не на границе будут налога. Не налога, извините, на границе Кэпа. У них истекающее соглашение с Нелла на 13 миллионов. Конечно, ситуация с Коллинзом это мало чем поможет, но, по-моему, с платежкой у них не такой прям конкретный швах. Но в целом, да, там гибкости не будет, это точно. Ну, так и, собственно, о чем мы ждем. То есть, понимаешь, если они сейчас... Это безвыходная ситуация для Шленка. Я не знаю, почему он так, ну, скажем так, так упирается. Потому что, да, окей, хорошо, представим себе, что он затащит команду в плей-офф. Вот они сейчас поборолись, они обыграли там кого-то, они вышли в плей-офф. Они отлетели 4-0 от любой команды, там, от Бостона, от Милоки, неважно. От любой из этих двух команд они отлетят 4-0 без единого шанса в первом же раунде. И что дальше? Да уже, как бы, будет промежуточный успех достигнуть. Что дальше, я предлагаю рассматривать уже после этого сезона. Здесь же сконцентрироваться. Именно что конкретно в этом сезоне будет. Если они выйдут в плей-офф, это уже успех для команды. И, в принципе, готовлясь к этому выпуску. Честно, мне хотелось немножечко потопить, ну, Атланту, сказать, что они провалятся. Что они там и в десятку на востоке не будут. Тут, ну, как-то вот я не объективно пытался подойти к этому, чтобы создать какую-то дискуссию. Но, блин, к сожалению, не нашел факторов, которые мне бы сказали вам. Потому что, в принципе, Атланта довольно глубокая команда под регулярку. Даже учитывая сложившиеся с коронавирусом ситуации. Если, условно говоря, у команды там вылетает Коллинз с коронавирусом, не дай бог. Никому, конечно, не желаем этого не избежать в течение сезона. Но, мало ли, у команды есть Голинари. Условно говоря, там вылетает Капелла, есть Аконгу, которого можно поставить, который вроде самый готовый игрок вообще с драфта, который, ну, какие-то там свои 20 минут эффективные может дать. На тройке есть какая-то вариативность за счет того, что команда выцепила себе Снелла. Там в бэккорте выписали людей на разные роли. Там Ронда, как там боллхендлер для второй пятерки. Данка, человек, который будет подчищать за Янгом. Багданович, как, я даже не знаю, второй, третий скоро в команде. То есть, у меня наоборот даже вопросы к Атланте с точки зрения того, а не появятся ли в течение сезона там какие-то конфликты, которые в первую очередь будут поступать, ну, определенно от Джона Коллинса. Потому что человек недавно озвучил, ну, как недавно, там, где-то годик назад озвучил, что, как бы, я буду себе пытаться выскивать максимальный контракт. В итоге, что делает менеджмент Атланта? Он берет на позицию этого человека Галинари. Также, напоминаю, что ни одной минуты пока не сыграл Капелло. И в итоге уже, как бы, на 96 минут, вот, на позиции первого-второго номера, как бы, у Джона Коллинса 60, ну, просто, ну, отнятые. И при этом надо давать минут какие-то там на четверке Хантеру, там, каким-то другим ребятам. И в итоге, я думаю, что количество минут у Коллинса в начале сезона, может быть, и будет таким, как было в прошлом сезоне. Но с течением сезона она будет уменьшаться. Особенно, если Коллинс не будет показывать какие-то конкретные улучшения в своей игре. Поэтому, я думаю, что, наоборот, слишком много людей во фронт-корте. Галинари, выходящие, ну, с скамейки запасных, это, конечно, лакшери и все дела. Но, опять же, как он будет в этой роли выглядеть, пока что непонятно. Потому что я, ну, не помню, когда в последний раз итальянец, ну, как бы, не был задействован, как стартовый четвертый в своей команде. Так было в Клиперс, так было в Оклахоме, как сейчас будет в Атланте. Ну, конечно, он будет завершать матчи, но, опять же, как он будет вкатываться в течение игр, там, выходя из скамейки, непонятно. Также вопрос, опять же, с тройкой. Я его много задаю сегодня и буду задавать, как бы, уже был такой вопрос задан по отношению к Вашингтону. В Атланте, конечно, получше с этим ситуация, но все равно, по факту, ну, Снелл будет выходить на 15 минут, остальные минуты, как, ну, кто будет забирать? Будут раздавать, так сказать, молодняку в лице Рэдиша, Хантера и Хертера? А как вообще интенсивно вы планируете этих ребят задействовать? Потому что, ладно, Хертер, он уже, по-моему, в сезон, ну, будет вкатываться в свой либо третий, либо четвертый сезон, но Хантеру с Рэдиша минуту необходима. Сейчас выписали такое большое количество игроков на рынке саунных агентов, которые эти минуты будут забирать, и вообще непонятно, будут ли эти ребята развиваться. Ллойд Пирс тоже довольно спорный персонаж, который за то время, которое он уже провел в стане Хокска главный тренер, на мой взгляд, никак о себе не заявил. Да, ему в помощь был выписан Нейт Макмиллан, но бывший главный тренер Индианы. Но, как мы все знаем, Макмиллан в первую очередь всегда концентрировался и специализировался на защите. Он спец по защите, но в Атланте нет нормального материала для построения этой защиты. Ты там сказал, что в Вашингтоне два спаин нормальных защитников, что на два спаин больше, чем в Атланте. Не согласен, как бы. Капелла есть, есть Дан, кстати говоря, которого ты сам часто хвалишь с точки зрения обороны, но я не говорю, этого в любом случае недостаточно для того, чтобы построить здесь нормальную оборону. А с точки зрения атаки, ну, я не могу сказать, что Макмиллан будет, наверное, в этом какой-то дюже хороший помощник. А вот Ллойд Пирс, он пока себя не зарекомендовал как человек, который, ну, может эту атаку построить. Несмотря на то, что, как бы, в прошлом сезоне по составу Атланта была не настолько уж и швах. Ну, как бы, принято считать, что там был совсем очень плохо, я не согласен. Там был Дэдман, когда он еще не считался каким-то, ну, полным сбродом. Там были ребята, которые давали однолетние соглашения, которые, да, может быть, не стрельнули, но все равно в них был талант. И я, например, уверен, что тот же Дандер Бембри, который там в прошлом году как-то, ну, стагнировал в составе Атланты, в этом году вполне себе может выстрелить в Торонто. И я не уверен в том, что у Ллойда Пирса получится выстрелить какую-то здесь адекватную историю. Поэтому, не знаю, может быть, я упускаю каких-то там новостей. Но упустил какую-нибудь новость о том, что, может быть, там в Атланте появился какой-нибудь топовый ассистент, который может за это все поручаться в течение сезона. Я такие новости пропустил. Женя, если у тебя есть какие-то там ребята с точки зрения ассистентов Пирс, которых ты хотел отметить, так сказать, feel free, ну и при этом как бы сам тогда выскажись, как тебе кажется, ну, Ллойд Пирс вообще доживет ли этот сезон, и что должно произойти, чтобы, ну, как бы он мог быть уверен за свое, так сказать, тренерское кресло, что оно в безопасности. Я не знаю никого там, кто там что делал, потому что для меня, ну, мне, во-первых, неинтересно. Потому что когда команда начинает вот такие телодвижения проводить, когда они подбирают Макмиллана, который хотел идти в отпуск, то вряд ли Макмиллана они подобрали на зарплату ассистента. Наверняка они его подобрали, чтобы он заменил Ллойда Пирса, потому что Пирсом недовольны, а Макмиллан – это человек, который, ну, просто потому что, понимаешь, в принципе в НБА был такой тренер, которого обычно брали для того, чтобы он заменил главного тренера потом. Но так как Бекерстафф уже занят, то, естественно, пришлось, ну, брать Макмиллана, чтобы было кому заменить Ллойда, когда его уволят. Ну, просто очень там нехорошо говорили о будущем Ллойда и о ситуации в Атланте, поэтому вполне может быть, что Макмиллан – это просто человек, которого сказали нанять, а не нанял сам Ллойд. Вот, по остальным пунктам, ты знаешь, вот можно рассказывать о том, что у них действительно там хорошая атака была, ну, у них было, по-моему, меньше 90, около 90 оффенсив рейтинга, когда троя Янга не было на паркете, и они рассчитывают, что Ронда заменит Янга полноценно и будет давать розыгрыш команде в регулярке. Ну, окей, хорошо, будем в это верить все вместе, все дружно, потому что нам, по сути, больше ничего не остается. Но я не верю. Кто-то может верить, я не верю. С этой ролью, я думаю, частично будет, ну, справляться Богданович, как раз, потому что как вот вторичный болгендлер, Богдан более-менее неплох, и мне кажется, он будет именно в первую очередь наигрываться как там лидер юнита, в котором нету троя Янга. Ну, мне так видится, по крайней мере. Скорее всего, да. Ты просто сказал насчет того, что вот там есть Дан, который защищается. Безусловно, Дан классный защитник, он просто не будет на паркете. А так-то да, он защищаться умеет. Ну, сам подумай, вот кого они выпустят в завершающей пятерке? Дана или Богдановича на его место? Да, может быть, Богдановича на двойке и Дана на тройке. Дана, как мы помним, в прошлом сезоне в Чихаго на тройке наигрывали очень плотно, когда вот и Портер отсутствовал с травмой. И, в принципе, как раз-таки вот то, о чем я говорил, что на тройке у Атланты довольно все грустно. И Дан, именно как какой-то стоппер, ну, может быть, он будет завершать просто не на своей родной позиции. Дан на тройке? В Чихаго он в прошлом году играл так. И, в принципе, именно в защите им были довольны. Хочется тебя разочаровывать, но не играл он на тройке вообще от слова совсем. Ему и росточка не хватает по позиции. Он вообще плеймейкер по позиции, по функционалу. Он мог закрывать вторую точку, потому что на первом играл другой человек. Бойлен очень часто выпускал стартовый состав в прошлом году, когда Портер был травмирован сатаранский лавин Дан. Просто, ну, тогда кто из этой троицы на тройке играл, я не представляю. Просто мне именно казалось, что именно Дан. Такие стартовые сочетания были 100%. Я помню, там, несколько раз в первой половине сезона точно до коронавируса. Ты, когда мы закончим подкаст, ты посмотришь «Баскетреф», там ссылочку скину. Давай тут, в общем-то, к другому вернемся, к тому, о чем мы начали говорить, и о перспективе команды, потому что они набрали неплохих игроков. Если удастся их, я даже не знаю, сплотить что ли, заразить вот этой идеей того, что команда должна что-то добиться, и вы можете там этого добиться, окей, хорошо, но лидерство, которое в НБА способно творить вещи, я не вижу такого лидера. И точно это не Трой Янг. Может быть, Ллойд Пирс может их объединить, там, повести за собой. Может быть, кто-то еще. Но пока из-за того, что мы не знаем деталей, мне кажется, что это крайне сомнительная перспектива. По поводу... Ну, давай вот посмотрим на составы команд с точки зрения того, сколько команд имеют двух игроков лучше, чем Атланта. Два первых игрока, два лучших игрока. Которые лучше, чем два лучших игрока в Атланте. Милоки понятно, Бостон понятно, Торонто, даже при том, что они половину потеряли, все равно там Сиаком есть и Лаури, которые лучше любого игрока в Атланте. Вашингтон, не забываем. Да, четвертый Вашингтон, пятый Майами, шестая Филадельфия. Филадельфия все равно лучше, несмотря ни на что. Седьмой Бруклин. Индиана. Индиана, восьмая, да. То есть это Индиана, скорее всего, но я думаю, что если мы берем Сабониса и Брогдона, даже независимо от статуса Алладипа, то Сабонис и Брогдон, они вдвоем лучше, чем два любых игрока Атланты. Суммарно. И дальше уже там можно начинать торговаться с Шарлотт. Ну вот, собственно, о чем я и говорю. Поэтому Атланта не получается, даже там классически восьмой командой она все равно будет бороться. Правильно? Ну, то есть семь команд, которые были, плюс Вашингтон восемь. Вот восемь команд, которые сто процентов выглядят сильнее по лидерам. Почему я беру только двух игроков? Потому что вы все видели, что два игрока могут выиграть чемпионат. Два лучших игрока. Поэтому я вот беру двух лучших игроков. Хотите, возьмите трех лучших игроков. Будет примерно та же самая картина, но может быть Атланта упадет еще ниже из-за того, что... Ну, не, вряд ли она ниже упадет. Ниже уже некуда. Все равно они будут где-то в районе девятого места. Поэтому вот из этой... С этой, в общем-то, самой простой стороны у меня есть сомнения. То есть они должны обыграть, но кто затащит в нужный момент? Вот и все. Только с этой точки зрения я подхожу. И опять же, в плей-ине я почти уверен, что понадобится защита. То есть ты не сможешь играть так, как ты играл в регулярке. Тебе придется играть не кто больше наскорит, а кто меньше ошибется. И Атланта в любом состоянии не является командой, которая ошибется меньше, чем там, я не знаю, условный Орландо, с которым они могут схлестнуться в драке за восьмое место. Или за девятое. То есть у меня такая логика. Я могу быть неправ, но я подхожу с такой стороны. Посмотрим. Я все-таки считаю, что именно с точки зрения Атланта в регулярном чемпионате главным будет их глубина состава. А там посмотрим, как оно все будет. В любом случае, за Атлантой будет интересно наблюдать, чем в прошлом сезоне. Это 100%, а это уже как бы прогресс. Давай обратно на запад. И новая команда к нам на рассмотрение. Golden State. Травма Клея Томпсона внесла корректировки на ожидания от этой команды. Как бы был бы Томпсон здоров. Я бы, наверное, больше тяготил Golden State к контендерам, ну или около контендерам, нежели команды, которым и плей-офф так-то на западе не гарантирован. И, честно говоря, я скептик по отношению к перспективам Golden State в новом сезоне. Я не уверен, получится у этой команды залезть, ну, в плей-ин, вероятно, да, в плей-офф, в топ-8. Я их на данную минуту не вижу. Ну, и перед тем, как объясняться перед так называемыми карри-боями, как их на сленге называют, ну или просто обычными болельщиками Golden State, чтобы никого не оскорблять, если что, вдруг, я хотел бы уже не поинтересоваться, то есть солидарен ли ты со мной в этом мнении, или, на твой взгляд, даже после плохих новостей, связанных с клеем, Golden State все равно должен рассматриваться как плюс-минус железный участник плей-офф от Запада в этом сезоне. Очень многие усилились на Западе в этом сезоне, поэтому я даже не знаю, как мы будем рассматривать Golden State. Мне, конечно, интереснее послушать, как ты будешь объясняться перед карри-боями, чем самому что-то рассказывать, но если ты настаиваешь, для меня, допустим, Golden State это команда, которую сбрасывать нельзя, но очень многое будет зависеть от карри. Мне не нравится то, что я вижу в плане активности Стефа, и я очень сильно сомневаюсь, что он сможет потащить, и многое будет зависеть от молодежи, от остальных, так сказать, игроков. Но если карри не лучший игрок команды, то как бы не тот вот игрок из топ-5 лиги, которым он был, а я сильно сомневаюсь, что он сейчас способен быть таким игроком, то кем бы ни были остальные, результата не будет. Ты сказал, что тебе его активности не нравится, можно поподробнее, что ты под этим имел ввиду? Мне не нравится то, как он выглядит сейчас, я объяснял в подкасте вчера, по-моему, я не помню, у меня их много было, хорошо, давай в двух словах. карри 33 будет через два месяца с половиной, он набрал вес, маленький защитник, который набирает мышечную массу в 33 года, это плохо, потому что все, кто хочет сохранить свое баскетбольное долголетие, все сбрасывают вес после 30, неважно, на какой позиции ты играешь, а тут ты еще и гард, которого постоянно мучили проблемы с голеностопами, с этими суставами, и он набирает мышечную массу, причем и в ногах, и чуть-чуть в плечах, то есть он подкачался и торс, так сказать, поэтому мне не нравится то, что он стал крепче, это плохо для его долголетия, и если не дай бог что-то там происходит, мы все видели, что из себя представляет Голгенстейт без Карри и без Томпсона, я не верю, что Грин сможет что-то показывать, то есть там основной момент это сможет ли Убры надавать лещей Уиггинсу столько, чтобы Уиггинс начал играть, и чтобы они с Убры своей активностью и своими действиями могли в достаточной степени помочь Карри, чтобы что-то там вообще показать, что-то изобразить, что-то добиться. Убры не самый скилловый парень, он хастлер, он игрок, который играет на злости, на обиде, пока он заведен, но он играет не за счет своих каких-то суперумений. Вот этот хастл, он хорош в защите, он хорош для создания каких-то моментов, но когда будет ли он вписываться в схемы Golden State, в то, как играет Кер, я очень сильно сомневаюсь, потому что Убры не хватит личного скилла. То есть Кари будет создавать моменты, но 99% успеха Golden State было в том, что их игроки могли реализовать создаваемые схемами Кера и руками Кари моменты. Если Убры, Вигинс и Вайсман не смогут реализовывать эти моменты, ну извините, подвиньтесь. Все. То есть первый момент это повысившаяся так скажем травма, уязвимость для Кари, извините, я придумал много слов. А второй момент это то, что уровень окружения он недостаточно хорош для того, чтобы вытаскивать команду вверх. И опять же, вот по той же схеме, кто второй человек по уровню в Golden State, вот ты мне скажи, кто на твой взгляд второй человек? Мне кажется, если брать за основу оценки прошлый сезон, я бы, наверное, отметил Убре. Это нетипичный выбор, я понимаю... Нормально, Марк, это адекватно. Хорошо, если Убре второй человек в команде по силе, сколько команд на Западе лучше, чем сочетание Кари плюс Убра. Да, наверное, может быть, даже все, скажем так. Зависит от Кари, зависит от Кари, очень многое зависит от Кари. Для того, чтобы Golden State показывал хороший результат для того, чтобы попадать в плей-офф, Кари должен вернуться на уровень топ-10 MVP. Да, я понимаю, что некорректно брать три игры и Кари в прошлом сезоне, до того, как он руку сломал, когда на него Аарон Бейнс упал, но в тех трех играх Golden State был довольно жалок. Пик-н-ролл, Кари с Грином работает очень плохо, когда рядом нету, не то, что Дюрента, когда просто рядом нету Клея Томпсона. Вокруг этого пик-н-ролла будет лучшее сочетание игроков, которые под это можно будет подобрать. Это, наверное, будет Уиггинс, может быть даже Бейзмар. вы чувствуете разницу даже пофамильно. И я просто не верю, что Кари способен такой выдавать уровень. Я с тобой абсолютно солидарен в твоих опасениях относить нового тела Кари. Да, с одной стороны, он должен теперь быть помощнее, менее проблемным в обороне, но насколько его хватит? Тут главный вопрос. И у меня такие же абсолютно опасения, как и у тебя по поводу Кари. А по поводу вот второго, третьего игрока по качеству да, Убры. Теоретически, может быть, даже у Уиггинса получится это звание себе прибрать в команде. В Грина, честно скажу, я не верю. В Грина регулярного чемпионата, назовем это так. У меня такой вопрос, Жень, как тебе кажется, кто будет в паре с Кари в бэккорте? Для меня очевидно, что это будет один из пары Уиггинса и Убры. И скорее всего Кари, Убры, Уиггинс в любой очередности, кому как угодно, это скорее всего будет первая, вторая, третья позиция в команде. Как ты к этому относишься? Потому что я не знаю, как к этому относиться, потому что что Убры, что Уиггинс, но это как бы люди по габаритам, ну, чистые винги, чистые тройки, которым, наверное, в современной игре может быть даже иногда и удобнее на четверке играть. А теперь одному из них предстоит играть на двойке. Как тебе кажется, как это сложится в целом на что команда будет показывать там, по крайней мере, в первый план чемпионат? Ну, на крайняк у них есть бейзмар, если там совсем припечет. Потому что он никуда не делся, он доступен, они его взяли, он у них есть. На смену будет выходить он на мейкер. То есть, я по поводу ротации не переживаю. Если Керск посчитает, что там Уиггинс, допустим, не заслуживает места в старте или Убры не заслуживает места в старте, то он вытащит бейзмара, и бейзмар будет играть. Он, конечно, не супер игрок, но он по габаритам вполне подходит для двойки и будет играть на двойке. Нормальная совершенно ситуация. Но я сильно сомневаюсь, что это основная опция. Поэтому, скорее всего, так как ты говоришь, то есть Керри, Виггинс Убре, Грин и Вайсман. Со скамейки получается Ванамейкер, бейзмар, Дальше я не знаю кто. Луни, Паскал, ну, такие ребятки будут. Я на тройку пытался найти человека. на тройке там грустно. Паскаль, наверное, да, ты прав. Ну, Паскаль на тройке это прям... Не-не-не, ну, я имею ввиду еще в ротации Паскаль и если здоров Луни, то Луни. Но что-то у меня смутные сомнения, что не будут играть. Там еще есть у них Крис, у них еще кто-то есть, там еще какие-то ребята, которые играли в том сезоне. Но я не уверен, что это все имеет какое-то значимое. Они будут получать какие-то минуты. Для меня одним из самых главных красных флагов вообще относительно Голлд Стейт это полностью. И когда я говорю полностью, я имею ввиду именно слово полностью. Не бросающий фронткорд. Судите сами. Дреймон Грин, он то, что он хреново бросает известно всем. Можете сказать, что да, у него там был сезон 39 процентов. Да, это было 5 лет назад. Просыпаемся. Луни и Крис вообще не бросают. Уайзман, ну, тоже пока что непонятно на самом деле. К тому же, не будем забывать, что Уайзман с Грином сейчас пропускают предсезонку из-за коронавируса как раз. И может быть, для Дреймонта Грин это будет некритично. Для Уайзманта первый сезон. И зная все эти хитросплетения, особенно в атаке, в строениях Стива Кера, мне кажется, для Уайзмана вот именно такой тайминг коронавируса критичен. Я думаю, в первых играх там Уайзман либо вообще минут не будет оставаться, либо он будет выглядеть максимально блекло. У Эрика Паскала 29 процентов попаданий из дуги при двух попытках. То есть, за счет чего команда будет растягивать поляну. Да, вы можете сказать, что у вас есть Стеф Карри и больше ничего не нужно. То, что его нахождение на паркете автоматически улучшает шутинг своих партнеров в среднем на 2 процента. То есть, там недавно делали какой-то доскональный подсчет и пришли к выводу, что да, не один формальный человек за последние 5 лет, играющий в составе с Карри не выдавал там трехочковую эффективность меньшую своей среднестатистической. То есть, Карри всех делает лучше. Но, блин, такой фронткор даже, ну, как бы, Карри не поможет. То есть, в среднем, получается, Голландстейд будет играть, наверное, ну, с тремя бросающими игроками вообще, ну, в любых сочетаниях, которые у них будут. И в современной лиге это критично, какой бы там Карри дальнобоем не был. Поэтому, для меня, вот это, один из самых главных, так, красных флажков относительно того, почему я думаю, что у Голландстейд могут возникать большие тараторки в атаке. Да, там, Стив Керр может построить свою атакую систему так, что основная роль больших будет это раздавать скрины, и там какие-нибудь снайперы будут выбегать и скетч-н-шут поливать, но, ребят, опять же, Клэй Томпсон нет. И, как бы сказал бы Рик Петти, но он не зайдет через эту дверь завтра или даже послезавтра. А кто еще способен на такие выкрутасы в составе Голландстейд, кроме как раз Стефана Карри и, может быть, Демиана Лич и Минуты будут вообще, ну, мне кажется, не самые серьезные. Про Джордана Пула вообще молчу. Поэтому, не знаю, очень много красных флагов вижу у Голландстейд, спорное здоровье, которое я вижу вот у Стефана Карри и ситуация с его новым телом. Поэтому, честно, мне не верится в Голландстейд. Могу очень сильно пожалеть о своих словах в течение сезона, но пока как-то так. Если у тебя, Жень, что-либо добавить относительно каких-то там моих мыслей, может быть, вообще какой-нибудь вопросик мне задать или тезис толкнуть, в любом случае, так сказать, делать. я просто насчет пожалеть о своих словах. Даже если ты скажешь все правильно, все равно люди найдут за что к тебе прикопаться. Поэтому не парься на эту тему. Я тебя умоляю. Да, я не парюсь. Я больше парюсь по поводу того, кто будет в Голландстейд исполнять роль вторичного боллхендлера. Того роль, который там, ну, Дреймон Грин. Ну, да, наверное, Дреймон Грин. Просто мне интересно еще будет смотреть, как в этой роли будет ли пробовать Кер что-то вытворить с Уиггинсом. Потому что, насколько я помню, в Миннесоте в первой половине прошлого сезона Уиггинс сейчас заигрывался именно как такой, ну, на некоторых промежутках времени, как основной разыгрывающей команды. И, в принципе, у него получалось не так грустно, как многие могли бы подумать. И вот это, наверное, последний какой-то момент, который по Голландстейд я хотел как-то адресовать. То, что любопытно будет ли Стивкер двигаться в этом направлении вообще, как Эндрю Уиггинс будет выглядеть со Стефаном Карри. Потому что пока что, если я ничего не путаю, у нас только одна игра, в которой мы могли это лицезреть, это там игра, когда Стефан Карри от травмы вернулся против Торонто, и там они с Уиггинсом даже мало времени общего на паркете провели. А так, в целом, да. Как еще такая мини-история такой, сезон последить за Эндрю Уиггинсом, если уж и в этом году ничего не изменится. Скорее всего, оно, наверное, так и будет. Но, все равно, может быть, Голландстейд из Уиггинса сделает нормального, адекватного человека, игрока, и потом вообще, как бы, как-то удастся им зооматизировать его конский контракт. Но это, прям, наверное, совсем уже фотосмагория. А так, да. По Warriors добавят, наверное, нечего, судя по всему, те тоже. Так что, давай обратно на Восток переносимся и поговорим о Шарлотт, которых, вот, я говорил об Атлантике как о команде, которую, я уверен, что какой-то успех, но все-таки в новом сезоне ждет. Но мне хотелось их завалить. Шарлотт, у меня абсолютно другая ситуация. Я, наоборот, перед этим выпуском как-то хотел прибодрить болельщиков Шарлотт, сказать, что, ребята, гиги, не все потеряно. Может быть, вы сможете пробиться в плей-офф или как минимум в плей-ин. Но, блин, честно говоря, единственный аргумент в этом, так сказать, тезисе, который мне будет иметься, это вера в Гордона Хейварда. И это настолько эфемерный аргумент, что, ну, многие просто даже не станут меня слушать дальше, но я готов на эту тему подискутировать и выслушать, Жень, твое мнение относительно того, видишь ли ты вообще какие-либо перспективы у Хорнетс или для тебя это безальтернативная команда, которая даже в топ-10 на Востоке вряд ли пролезет? Ну, я не вижу перспективы у Хорнетс, просто ты собирался за них побороться, я не знаю, как за них бороться, как рассказывать им, о них точнее, с позитивной точки зрения. Поэтому, если ты хочешь что-то сказать, я с удовольствием тебя послушаю. Опять же, вот Ламела Бол, то есть ты сейчас ожидаешь прогресса, Ламела Бола, то, что они с Биомба, Биомба за сколько вернулся, за минималку? Да, 3,5 миллиона у него будет. А, даже 3,5, это уже минималка. Биануал получается, да. Да. Ламела, я вообще думаю, стартовать, может быть, не будет, потому что, ну, как бы, пока что в команде... Ну, как это, ну, ты чего, они взяли такого игрока, такую почти звезду, не может быть, он будет стартовать. Ну, а кого сажать, Розьера или Грэма, при условии того, что тот факт, что вы берете Хейварда на рынке свободных агентов, кричит о том, что вы вроде как планируете бороться за плей-офф. Я понимаю, что Ламела там топ талант, многие его таким нарицают на этом драфте, но, блин, если Хорнедс хотят, ну, как бы, хоть немножечко побороться за какие-то цели, то я не вижу места Ламела в стартовом составе. Должны начинать и Розир, и Грэм, который в прошлом году жутко спрогрессировал, и в течение сезона смотреть, как Девонта Грэм будет чувствовать себя с меньшим количеством с мячом в руках, потому что в прошлом году ему его отдали, человек превратился в одного из лучших ассистентов Лиги, он, по-моему, там в топ-5 по этому показателю, ну, как минимум в топ-10 вошел, у него было семь с половиной ассистов, при этом, с точки зрения показателя ассистов к потерям у него тоже было все более-менее в порядке, ну, то есть, ну, более-менее, скажем так. Это хорошо, это не более-менее, это хорошо. Но при этом, как этот человек сейчас будет выглядеть без мяча, потому что в первом сезоне Девонта Грэм, он показывал, ну, очень маленькие цифры, в основном, как раз-таки играл там, ну, либо в мусорные минуты с мячом, либо в немусорные без мяча. У него была жуткая эффективность попадания с трехочков в дуги 28%, при том, что 75% его бросков были после совершены, после ассистов. Ну, то есть, кетч-эн-шут ситуации. В прошлом году ему дали мяч, и он начал пулапить, пулапить очень много, и пулапить с намного больше эффективности, чем он делал до этого. То есть, у него в прошлом сезоне 37% попадания из-за дуги в целом, при том, что лишь 50% бросков были, как бы, сделаны после передачи своих партнеров. Хейворт, он болл-хендлер. Не, ну, скорее всего, неважный. Точнее, не главный в команде, но он болл-хендлер. И какое-то время, какое-то количество владений у Грэма точно будет проходить без мяча. И мне кажется, это такая вещь, за которую стоит обратить внимание и последить, как вот Грэм на это будет реагировать. если там будет история с точки зрения эффективности бросков с получения плюс-минус как в первом сезоне, может быть, даже начать исследовать и может быть, даже как-то Грэма задействовать в обмене и получить там игрока, который посильнее прямо сейчас и больше под нужды команды подходит. Ну, для того, чтобы и Ламелло в старт вышел и при том, что как Бразир, да, можно много там говорить о его контракте, все дела. Я на это дело не смотрю, я смотрю на его игровые характеристики и по данной составу Хорнес, на мой взгляд, он вписывается оптимально. Где он там надо разыграть, но желательно минимум таких владений потому что Розир в этом не дюжа хорош в обороне, отработает, по броскам у него эффективности и с получения и с ведения в прошлом году было все более-менее, поэтому мне как-то так видится. Для Ламелло, мне кажется, в начале сезона мест в старте не будет, но мне так лично видится. Я даже не на Йоту не Майкл Джордан, который лично хотел видеть Ламелло Бола в своей команде, судя по всему, но при этом он и Гордона Хейварда хотел видеть, поэтому какие-то такие вот у меня мысли с точки зрения того, каким я вижу стартовый бэккорд команды. С чем ты со мной, Жень, согласен, в чем не согласен относительно того, что я сказал? Ты знаешь, я настолько с сомнением отношусь к показателям Шарлотт в прошлом сезоне, потому что там примерно с середины третьей четверти начиналось мусорное время, и смотреть на статистику Розира, у которого 40% в стрехе, ну как бы, ну хорошо, у тебя 40% в стрехе, у тебя куча открытых бросков, но является ли это следствием того, что тебе такие классные передачи отдавал Грэм, или является это следствием того, что всем было плевать на то, как ты там бросаешь, потому что разница в счете уже 20 очков. Я не могу сказать с уверенностью, я мало смотрел Шарлотт во второй половине сезона, просто потому что ну они явно выпали из игры, и у меня не отложилось в памяти чего-то такого, что имело бы смысл сейчас обсуждать, поэтому я пожалуй я воздержусь от каких-то оценок, но если ты спрашиваешь меня верю ли я в то, что Шарлотт может что-то добиться в этом сезоне, нет, не верю, и вряд ли они попадут даже в ну в переигровке они в теории могут попасть там 4 команды, но вряд ли даже в переигровке, потому что там есть кому быть вместо них. У тебя есть ли мысли относить того, что в этом сезоне можно будет ждать от может быть не самых ну от молодых игроков Шарлотт, которые может быть не на самых первых ролях в команде, но при этом мне кажется они будут играть не меньшую роль в потенциальном успехе или провале Шарлотт в новом сезоне. я говорю про Майлза Бриджеса и про Пиджиа Вашингтона. Как тебе кажется, что эти ребята в этом сегодня будут показывать? Ну, Бриджесу надо продолжать развивать свою эффективность, потому что там с атлетизмом у него все в порядке, но больше у него ничего не было. Поэтому если он действительно сможет стать эффективнее, а сейчас это будет какой-то третий сезон его уже будет, это уже как бы пора, поэтому надо уже что-то показывать, что у тебя есть какие-то задачи на следующий год, ты что-то можешь и тебя следует воспринимать всерьез. Хорошо, Малик Монг это у него контрактный год, это он заканчивает сейчас детский контракт. Я не видел никакого прогресса, но если он опять же ничего не покажет, то чего ждать от него, вообще чего от него ждать. там все равно все будет завязано на задней линии, на Ламелла, на стабильности Розира и на том, что покажет Грэм. А уже от них можно будет отталкиваться. Пиджей Вашингтон. Понимаешь, с одной стороны вся эта молодежь, которая отыграла год в составе, они все по идее должны показать себя лучше, потому что это второй год. То есть после первого года, после длинной паузы, они все должны были работать над собой. Если тренерский состав не сказал им идите в отпуск и не позвонил им через 9 месяцев, то они чем-то занимались и соответственно они могут что-то показать. Если же организация не уделяла им достаточного внимания или не дала четкого плана как работать, или они сами забили болт и не нашли возможности, нечего ждать. Посмотрим, все будет, понимаешь, по первым десяти матчам мы можем сделать вывод о том, чем занимались игроки. Это элементарно. Тут не о чем вообще спорить, не о чем говорить. Мы все увидим. Десять игр и будет понятно место Шарла. Даже не надо двадцать. Да, я добавлю чуть-чуть буквально мысли по поводу Шарла. Это то, что мне любопытно, как будет заигрываться Майлз Бриджес. Потому что в прошлом году так-то он был стартовым легким форвардом команды. Теперь эта роль безэктернативно отойдет Гордону Хейворду. Будет ли Майлза Бриджеса перетаскивать на четверку и при этом выпускать Вашингтона со скамейки. А может вообще Вашингтона двигать на пятерку. Но это дохлая идея. Потому что он маловат и по габаритам и слабоват в защите своей краски. То есть кем пожертвуют из пары Бриджес в Вашингтон в стартовом составе? Потому что я уверен, что в центре стартового будет играть либо Коди Зеллер либо Биомба, которым Женя упомянул. И кстати говоря это забавно. Потому что очень много было разговоров о том, что вероятно Шарлотт будет целить Уайзмана. Потому что ему очень хочется взять молодого большого на драфте. В итоге взяли Ламела Бола. И по факту фронткорт командой вообще никак не изменился по сравнению с прошлым сезоном. А фронткорт у Шарлотт, но я не побоюсь такого громкого заявления один из худших в ассоциации. То есть что с этим будет делать в течение сезона? Может быть Капчик какой-нибудь обмен придумает? Потому что в обменах у него получается немножечко лучше чем в выдавании контракта с свободным агентом. Поэтому посмотрим. Ну а в целом да. Мне почему хотелось по крайней мере себя запрограммировать на то, что у Шарлотт получится попасть в плейф, потому что с Гордом Хейвердом плюс-минус та же самая ситуация, что и с Уэсбруком. То, что мне кажется очень много ему прилетает там по шапке какой-то критики не совсем заслуженно. Я считаю, что тезис о том, что Гордом Хейверд травматик не выдерживает никакой критики, потому что если посмотреть на его травмы за время в Бостоне это одно неудачное падение. Приземление толстой жопы Джоэла Эмбита на его голеностоп и один вот жесткий контакт с Ламаркусом Олдриджем. И, наверное, только в нем можно как-то обвинить Хейверда в хрустальности, что, условно говоря, у Леброна бы ручка не сломалась, а у Хорда вот сломалась бедный он хрусталь. Те, кто говорят, что травматик, он, ну, как бы просто смотрит на количество игр проведенных и ничем более не аргументирует. Я надеюсь, что вся плохая удача Хейверда осталась в Бостоне и в Шарлотт он проведет, ну, действительно, как минимум половину своего времени в здоровом состоянии и, может быть, даже вернется на уровень матча всех звезд, который он показывал в последнем сезоне свое пребывание в Юте, когда у него-то была статистическая линейка 22-55. Не вижу ничего, что ему в Шарлотт в теории могло бы это мешать. Меньше какой-то, мне кажется, ответственности, больше лидерского функционала, а 8 молодежь настроит на правильный лад. С точки зрения профессионализма к Хейверду вроде никогда не было никаких нареканий, поэтому хочется просто ему пожелать удачи и надеюсь, что у него получится. А вось, может быть, и Шарлотт как-то заедет в плей-офф, плей-ин, не суть. Как-то, но удивят, так сказать, в новом сезоне. Последняя команда, которая у нас сегодня попадает на рассмотрение, снова Запад, и это Мемфис, Гризлис. В прошлом году команда многих удивила. Я, в том числе и я, вообще не видели Гризлис в качестве конкурентоспособной команды. В прошлом году они вот так вот стрельнули, что большую часть регулярных чемпионатов шли вообще на восьмой строчке, потом, да, вылетели в плей-ин, проиграли Портленду, и в целом все равно сезон у Мемфиса был удачным. Но мне кажется, что вот многие начали вот как и в Сакраменто год назад, когда они показали неплохой уровень, и в прошлом межсезонье люди говорили, вот, Сакраменто стрельнет. Вы будете помнить, они будут в плей-офф, с него поборются. А в итоге все мы помним, что произошло с Сакраменто. С точки зрения организационных моментов в руководстве, в Гризлис, конечно, все гораздо лучше, чем в Сакраменто, но на паркете я думаю, что тут история не особо сильно будет отличаться с Сакраментоской, и тут не будет какого-то жесткого прогресса, о котором некоторые говорят. Я думаю, Мемфис будет показывать результат игровой плюс-минус на том же самом уровне, что было в прошлом году, потому что помимо Моранта и Джарана Джексона, по которым, кстати говоря, есть еще вопрос, который я обязательно озвучу, но в целом я просто не вижу того потенциала для какого-то роста и улучшения результатов. Ну, это такое, мое затравочка на мой скепсис в сторону Мемфиса. Жень, каковы у тебя ожидания от Мемфиса в новом сезоне? Кажутся ли те, что они будут железно в плей-офф, как некоторые считают, или тебе кажется, что тут будет вот около борьба плюс-минус на том же уровне, что и было в прошлом сезоне? Они не могут быть плей-офф, потому что Джаран Джексон не будет готов к старту. У Джастиса Винслоу опять та же самая проблема, он опять не готов и непонятно, сколько игр он сыграет. Соответственно, если у вас нету двух игроков старта, на которых вы делаете ставку, о чем вообще мы говорим. То есть, Джаран Джексон, он очень важен, он прям жизненно необходим этой команде для того, чтобы показывать борьбу за что-нибудь, без него ничего не будет. И плюс у вас нет теперь человека, которого вы взяли себе на тройку в старт, Винслоу. Там можно долго говорить, насколько это было оправдано или не оправдано, но я сейчас смотрю на платежку Мемфиса, я смотрю, что самый высокооплачиваемый игрок у них Горги Дэнг, второй это Валан Чунас и четвертый это Дион Уэйтерс. И в принципе, мне этого достаточно для того, чтобы сказать, что ребята, у вас ничего не будет в этом сезоне. Да, они, ну, с другой стороны, им это не очень не надо, потому что сейчас, вот этот год, они могут потратить совершенно спокойно на то, чтобы выздоровел Трипл Джей, на то, чтобы Мелтон показал себя, кем он является, насколько он там хорош-нехорош, закрепился в своей роли, немножечко, чтобы Дилан Брукс пришел в себя, чтобы разобраться. К следующему межсезонью закончится контракт Андерсона, закончится контракт Дэнга, закончится контракт Уэйтерса, они будут иметь пустую платежку, они будут иметь молодых суперзвезд, на тот момент уже Джарен Джексон вернется, и он будет в статусе будущей суперзвезды, и я думаю, что звезды к концу года, и, соответственно, я надеюсь, что все будет в порядке с Джо Моррентом, что он нигде не упадет, нигде ничего себе не подвернет, и у него все будет хорошо, и если они здоровыми выйдут в следующий, в следующие межсезонья, плевать, с какого места, это не важно, это совершенно не принципиально, потому что им сейчас нет возможности побороться у них за плей-офф, то как только они выйдут в следующем сезоне, им главное, понимаешь, опять оказаться здоровыми к следующему межсезонью, чтобы все были здоровы, чтобы когда они выйдут на рынок и скажут, ребята, вот у нас есть такая молодежь, вот у нас есть, ну перспективная достаточно, у нас есть пустая платежка, и у нас есть возможность взять кого-то из свободных агентов среднего уровня, ну как среднего, давай скажем, я скажу, случайного оллстара, вот что-то такого плана, типа Хейварда, кстати, вот Хейвард бы им зашел замечательно, как умный игрок, вот это было бы, конечно, ну, прямо интересно, интересно, но, к сожалению, Хейвард уехал, год не дождался, ну вот такого плана игрок, то есть не суперзвезданец, который будет тянуть одеяло на себя, а уже дядька взрослый, который понимает, что да, он будет у всех вот этих молодых игроков, но он сам лично не вытянет команду, потому что ему там что-то не хватает, соответственно, вот человек, который принимает свою роль, как ее, блин, как принял Кемпа, как ее принял Хейвард в предыдущий раз, ну, когда приходил к Тейтуму с Брауном, то есть вот такого плана игрок с мозгами, и когда они такого игрока в следующем летом получат, тогда, может быть, мы можем говорить о том, что Мэмфис за что-то будет бороться, поэтому я совершенно не жду от них там какого-то прыжка, нет под этим логики, но ты же знаешь, нас уже история научила, что всегда есть команда, которая выступает лучше, чем мы ожидаем, и всегда есть команда, которая выступает хуже, чем мы ожидаем, если с кандидатом на хуже все понятно, то кто в этом году выступит лучше, пока у меня нет вариантов. Я тут чуть-чуть посмеялся, когда ты говорил про Хейварда в Мэмфисе, вот, они уже подписывали себе своего Хейварда 4 года назад по фамилии Парсонс, не сросла, не сросли союз, скажем так, а если... Другие люди подписывали, понимаешь? Да, согласен, тоже правильно. По Джексону, у меня, ты знаешь, складывается впечатление, что Джексон отчасти может пойти немножечко по пути Парзингиса, и не только потому, что они в атаке очень схожи с точки зрения функционала, и жесткие мухобойки в защите, но у Джексона уже какие-то проблемы со здоровьем прослеживаются. Не буду сильно делать на это упор, наверное, рано его в такую категорию, наверное, возводить, но в первом сезоне пропустил 24 игры, вот сейчас у него мениск, абсолютно, кстати говоря, идентичная травма, которая сейчас произошла у Парзингиса, из-за которого Латыша клеймят там чуть ли не главным травматом в истории человечества. Да, у Латыша, конечно, еще были разорванные кресты, не будем про это забывать, у Джексона вроде, опять же, Тюти Фойт все не было, но антропометрия похожа, и я надеюсь, что я не прав, но с точки зрения здоровья я бы не стал бы закладываться на Джексона как основополагающую там вторую опцию в команде. Надо смотреть, рано такие радикальные выводы делать, не спорю, но, так сказать, пища для размышлений. Многие скажут, что вот я отметил Моррента, Джексона, как люди, которые могут развиваться, а о других молодых игроках не говорю. Про Дентани Мелтона я промолчу, про него я уже говорил в нашем выпуске, про итоги рынка собранных агентов. Я считаю, что контракт, который был заключен с этим игроком импсом, это худшая сделка, которая произошла в этом межсезонье. Сколько заплатили человеку с таким функционалом, которым Мелтон имеется, для меня, если честно, вопрос. И я не верю в то, что Мелтон может как-то в каком-либо из других аспектов развиться. Дилан Брукс, как мне кажется, уже достиг своего промежуточного потолка. Да, в принципе, когда ему выдавали вот его продление на 12 миллионов в год, я говорил, что это крутое продление. Я все еще согласен, что платить 12 миллионов за Брукса это хороший контракт, но Брукс показал, что можно от него ждать в пузыре, мне кажется, довольно промечиво. То, что, ну, как бы, очень много у него завернуто на игре с мидрейнджа, что немножечко уже выглядит дичью в современной лиге. Я не знаю, как это дальше будет выглядеть. Кто-то скажет, Брэндон Кларк, прошлогодний новичок Мемфисовский, тоже будет там сильно развиваться. Да и посмотрим, конечно, вполне может быть, но человек уже приходил в лигу готовым 22-летним парнем, по-моему, и я не думаю, что он сильно прямо разовьется из того, что он уже показывал. Да, может стабильнее там и побольше позиции из-за дуги бросать, не только из-за углов. В этом плане, да, какой-то спейсинг создать. Окей, ну, во всем остальном больше некому развиваться. С Уинслоу ты правильно отметил, как и Джексон будет травмиром в начале сезона, не будет играть, а когда он придет, это не тот человек, которого прям очень легко встроить в то, что у тебя уже построено, ну, с точки зрения твоих игровых схем в атаке, потому что Уинслоу это был доминант игрок, ему нужен будет мяч, потому что без мяча в прошлом сезоне, да можно сказать, даже в прошлых, там, полутора сезонах, он был плюс-минус бесполезен. У него в прошлом году 22% из-за дуги. Да, можно сказать, что в Майами в начале года Уинслоу сразу почувствовал себя ненужным, мотивация на нуле, зачем рвать жопу, если можно и так, все равно меня обменяют. И как бы в двух предыдущих сезонах у него там в среднем было под 38% при трех попытках в среднем. Да, окей, но опять же, где гарантии, что это все будет здесь? Из-за игрывания Уинслоу в стартовом составе будет говорить о том, что Моранту какое-то время надо будет играть оффбол, то есть без мяча. Остановись, ну извини, но остановись. Уинслоу берется в защиту, Уинслоу не берется в атаку, Уинслоу ничего из себя не представляет в качестве атакующей опции. Это выяснили еще в Майами. Уинслоу нужен, чтобы защищать, он габаритный человек, который должен защищаться против сильных форвардов оппонента. Ты сказал про Джарона Джексона, что рано делать выводы о второй опции в команде. Безусловно, рано. Он первая опция, а не вторая. Вторая опция это Морант. Уинслоу даже не третья, потому что он не может это тянуть. Третьей опцией будет человек на втором номере. Будет это там Брукс, будет это кто-то другой, не знаю. В зависимости от того, как команда будет играть. Поэтому не вешай на Уинслоу каких-то функций, которые он не будет выполнять. Исключительно пока защитный гард. Если он что-то сможет показать в атаке, защитный форвард, извините, если он что-то сможет показать в атаке, отлично, это прекрасный бонус. Если нет, ему нет, ну, ему нет владений для того, чтобы он что-то там из себя начинал корчить. Поэтому даже не заморачивайся на эту тему. Это человек, который в лучшем случае будет иметь юзаж там 18, может 16. И все. Поэтому не палься в эту сторону. Я не спорю, что из Уинслоу там будут пытаться кого-то лепить, кем он никогда в жизни не будет, но при этом если Уинслоу не давать мяч в руки в атаке, то Мемфис будет играть вчетвером в атаке. А сейчас у них Кайл Андерсон на этой позиции. До хрена он там забивает? Вот в этом-то и прикол, что Мемфис в этом плане нужно как-то развиваться, а так получается какая-то стагнация, шило на мыло, тогда зачем вообще... У них нет мяча, у них нет возможности давать Уинслоу больше владений. И честно говоря, нет смысла давать Уинслоу больше владений, потому что он не реализует ничего. Опять же, он в том окне, извините, он на 3 года старше, ой, младше, чем Кайл Андерсон. А Андерсон, ну, уже 27. Будет 28. А, нет, ну, не будет. 27 у него будет в следующем сезоне весь год. И, собственно, чего? У него сейчас заканчивается контракт, и вот на его место должен был, по идее, зайти Уинслоу, но случилось, не срослось. И опять у них там на третьем номере будет непонятно что. если Мемфис изначально брал Уинслоу как чисто защитного чувака, то тот факт, что они на себя взяли мертвые зарплаты Диона Уейтерса и Джеймса Джонсона, от которого, конечно, избавились, но теперь у них мертвая зарплата Горги Дженго, но это полный дебилизм. Мне кажется, изначально руководство Мемфиса под это не закладывалось, и у них были какие-то там, может быть, планы, наработки того, как реально Уинслоу интегрировать там в атаке, чтобы он был топ-3. Но окей, ладно, давай это проедем. Они брали стартера себе, извини, пожалуйста, они брали себе стартера, они брали человека, физические данные которого позволяют закрывать лучшего игрока оппонентов. Кавая там, Леброна, я не говорю, что он может это делать, я говорю о том, что физические данные позволяют, и у него есть хорошая база, как у защитника. Является ли он этим игроком? Нет, и вряд ли когда-то им станет из-за состояния здоровья. Но и все. Окей? То есть, ну вот сейчас мы начинаем додумывать ему больший функционал, чем у него есть, у него нету большего ничего. Ну-то, на мой взгляд, та сделка с вами была просто верхом идиотизма с точки зрения Мемфиса. Ну да ладно. Непонятная сделка. Они просто увидели в Винслоу то, чего пока нет. Может быть, они что-то знают. Может быть, это просто было... Я не знаю насчет идиотизма, ну, как бы сделка для Майами была однозначно плюсовой. Для Майами, да, я же как бы о Мемфисе говорю. Последнее, что по Мемфисе хотел добавить, то, что я говорил про Атланту, то, что Атланта очень глубокая команда, и поэтому вот в сложившейся коронавирусном мире, мне кажется, у Атланты есть неплохие шансы показать результат на дистанции регулярного чемпионата. Хочется полностью противоположно сказать о Мемфисе, потому что в ротации у Мемфиса как бы 7 игроков уровня ротации плей-офф. Ну, ладно, допустим, мы говорим о регулярном чемпионате. Я насчитал 10 игроков уровня ротации регулярного чемпионата. Для заявки из 15 людей это мало. В сезоне, в котором 100% многие люди будут пропускать там по 2 недели, по, сами понимаете, каким причинам регулярно, просто кем будут играть Мемфис ротационно, то есть кончером, гудуричем, какими-то пиками второго раунда. Опять же, я с раундом не знаком, может быть, кто-то из ребят меня удивит там, историей там, на уровне Кендрика Наны и так далее, но пока ротация Мемфиса выглядит прям ужасной и не вижу глубины, которая в этом сезоне понадобится абсолютно всем, Мемфис не исключение, а у них как бы, ну, напоминаем, Джексон с в инсту с травмами, то есть, кем вообще играть, непонятно, поэтому, я думаю, уже достаточно доводов, скепсисов высказал относительно Мемфиса. Опять же, в прошлом году по поводу Гризлис я лично ошибался, посмотрим, как будет в этом, но в этом году, мне кажется, не удастся им повторить тот самый вау-эффект, которого они достигли в прошлом году. Жень, у тебя есть ли что по Гризлис добавить или нет? Ну, только если Джаморанд выскочит на ту ступеньку, на которой никто из нас его не ждет, то есть, там, условно, покажет Роуза образца 2010 года, тогда, может быть, они будут изображать борьбу, потому что Triple J вернется в сезоне, я только не знаю, когда там Джаррен Джексон будет, но он вернется в сезоне, и если Уинслоу действительно выздоровеет, то у нас есть шанс где-то в феврале посмотреть на Мемфис в рабочем состоянии, но тут сейчас самое главное, чтобы молодой не получил травму, чтобы Джаа Моранд остался здоров весь сезон, чтобы он провел весь сезон спокойно, без проблем. Ключевой момент это выйти здоровыми в следующем сезоне, показав, что вот у нас команда, которая ждет только вот тебя, только вот там лучшего игрока, который сможет, ну, который, на которого будет вся эта молодежь работать ради того, чтобы что-то добиться в поле. да, ну, если Моранд будет тащить на уровне Роуз 2010, желаю ему не закончить, как Деррик Роуз 2012, с тем таким травмоопасным и атлетичным методом игры, который Моранд пропагандирует, надеюсь, у него с этим будет... очень похоже, очень похоже, ты абсолютно правильно говоришь. Ну, а в целом, будем следить, что будет с Мемфисом, но из таких потенциальных команд сюрпризов у нас, в принципе, и все, они кончились, поэтому как-то у нас сегодня в выпуске вышло так, большое тебе спасибо, Женя, как всегда, за найденное время для записи этого выпуска, как всегда, ссылочки на ресурсы Жени будут в описании, а это для тех, кто вдруг танки или забыл, это телеграм-канал Его Игра и одноименный канал на Ютубе. Жень, большое тебе спасибо, как обычно, будешь ждать тебя при записи следующих выпусков. Да, спасибо всем, что нас слушали, мы, в принципе, даем какую-то информацию, которую, ну, я считаю развлекательной, то, что более серьезное на каналах Марка у ребят и у меня в телеге. Всем спасибо. Да, ну, опять же, ссылочки на те ресурсы, частью которых я являюсь, тоже будут внизу, а это сообщество ВКонтакте и телеграм-канал Hi5, Mixcloud-канал Basket Talk, на котором в аудиоформате выпуска с ним большой задержкой, но все-таки выходит блок на Sports.ru, канал на Твиче, вроде ничего не забыл, если что-то забыл, оставляйте свои мнения и высказывания какие-либо в комментариях, это всегда приветствуется. На этом на сегодня все. С вами был ведущий проекта Basket Talk Марк Бурчков и до следующего подкаста.